География 8 класс. Западно-Сибирская равнина. Особенности природы. Западно-Сибирская равнина третья по величине послерусской равнина мира. Ее площадь около 2,6 миллионов квадратных километров. От сурового побережья Карского моря она протянулась до подножия гор Южной Сибири и полупустынь Казахстана. На две тысячи с половиной километров, а от Урала до Енисея до тысячи девятисот километров. Границы равнины – это отчетливо выраженные естественные рубежи. На севере береговая линия Карского моря, на юге – подножия казахского мелкосопочника, Алтая, Салаирского кряжа и Кузнецкого Алатау. На западе – восточное предгорье Урала, на востоке – долина реки Инисей. Нигде в мире не найти такого огромного пространства со столь плоским рельефом, как бы понижающимся к его центру. Пересекая равнину в поезде из Тюмени в Новосибирск, видишь необозремые плоскости – ни бугорка, ни увала. Такой рельеф образовали рыхлые отложения рек в древнеледниковые наносы, которые мощным осадочным чехлом 3-4 тысячи метров перекрыли плиту палеозойского возраста. Горизонтальное наслоение осадочных пластов – главная причина плоского рельефа равнины. Повлияло на рельеф западно-сибирской равнины и оледенение. Но ледник здесь не пересекал 60-ю северную широту. На йоге равнины во время разливов рек, подпруженных на севере льдом, на колоссальных пространствах откладывались озерные и речные наносы, пески и суглинки. Оледенение повлияло не только на рельеф, но и на растительный и животный мир западно-сибирской равнины. Когда ледник отступил, север равнины был завоеван тундрой и тайгой, хотя прежде там были широколистые леса, в которых обитали мамонты, шерстистые носороги, гигантские олени. По остаткам стволов в болотах можно судить о том, что граница лесов располагалась на несколько сотен километров севернее, чем в настоящее время. Причины суровости климата Климат западно-сибирской равнины континентальный и довольно суровый. Четыре основные причины сформировали его. Первое. Положение преимущественно в умеренных широтах определило небольшое количество солнечной радиации, получаемой от территории. Второе. Удаленность от Атлантического и Тихого океанов обусловила континентальность климата. Третье. Равнинность территории, позволяющая холодным массам арктического воздуха свободно проникать далеко на юг из ледяного мешка Карского моря, а теплым воздушным массам из Казахстана и Средней Азии далеко на север. Четвертое. Горы по периферии, отгородившие западно-сибирскую равнину от атлантических воздушных масс с запада и центрально-азиатских с юго-востока. Континентальность климата на просторах западно-сибирской равнины возрастает при движении с севера на юг. Выражается это увеличение годовой амплитуды температур, уменьшение количества осадков, сокращение продолжительности весны и осени переходных сезонов года. Казахстан 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 Мост через Опин. А это болото. Или как их здесь зовут – болота. Всё это болота. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Климат Западно-Сибири континентальнее и суровее, чем на востоке Европейской части России, но мягче, чем в остальной Сибири. Большая протяженность равнины с севера на юг позволяет уместиться здесь нескольким широтным зонам – от тундры на севере до степей на юге. Тундра. Огромные размеры Западно-Сибирской равнины и плоский рельеф позволяют особенно хорошо проследить широтно-зональное изменение природных ландшафтов. Главная отличительная черта тундры – суровость климата. Приспосабливаясь к суровым условиям, растения тундры с осени подготавливают зимующие почки. Благодаря этому весной они стремительно покрываются листьями и цветами, а затем и плодоносят. В тундре много различных растительных кормов, поэтому здесь действительно множество растительноядных птиц. Лесо тундра. Первое при движении к югу зона, где хотя бы 20 дней в году наблюдается летний термический режим, когда средние суточные температуры превышают 15 градусов Цельсия. Здесь тундра чередуется с Криволесьем и Мелколесьем. Таежная лесоболотная зона – самая обширная из природных зон равнины. В тайге царство елово-пихтовых, лиственнично-кедрово-сосновых лесов с лишайниками и кустарничками. В северной части преобладают лиственно-кедровые и сосновые леса. В средней части зоны господствует тайга из сосны, кедра, ели и пихты. На месте лесных пожаров распространены осинники и березники. Южная часть тайги – это березово-осиновые мелколиственные леса. Богат животный мир тайги. В нем водятся и европейцы, как, например, норка и лесная куница, и восточно-сибирцы, как, например, соболь. Обитают в тайге бурундук, белка, барсук и хозяин тайги – медведь. С семенами лесных деревьев и кустарников питаются птицы, глухарь, рябчик, дятлы, горлицы. Наиболее разнообразен животный мир таежных речных долин. Здесь можно встретить зайца-беляка, крота, волка и лисицу. Старицы и озера тайги изобилуют различными видами уток, куликов. По болотам гнездятся серый журавль, бекас и дупель. Наиболее типичные заболоченные участки тайги на плоских междуречьях Аби и Иртыша называются урманами. После пожара в тайге на месте темнохвойных пород появляются осинники и бересники. Тайга Западной Сибири образована елью и кедром, лиственницей и пихтой, сосной и осиного-березовыми лесами. Животный мир Западно-Сибирской тайги имеет много общих видов с европейской тайгой. Всюду в тайге живут бурый медведь, рысь, росомаха, белка, горностай. Во вторичных осиного-березовых лесах типичными обитателями являются лось, заяц-беляк, горностай, колонок. Во многих местах Западно-Сибирской тайги выпущена американская норка. Певчих птиц в тайге мало, поэтому часто говорят о безмолвии тайги. Только по берегам рек можно встретить вьюрка, длиннохвостого снегиря, свиристеля, соловья красношейку. На водоемах гнездятся гуси, утки, кулики, по маховым болотам белая куропатка. Подзона лиственных лесов в Западной Сибири протянулась неширокой полосой от Уральских гор до реки Енисея. Западно-Сибирская лесостепь протягивается узкой полосой от Урала до предгория Салаирского кряжа. Обилие озерных котловин – особенность этой зоны. Берега озер низкие, частью заболоченные или заросшие сосновыми барами. В кулундинских сосновых барах обитают вместе со степными видами – овсянкой, полевым коньком, тушканчиком, таежные виды – белка-летяга и глухарь. В лесостепной и степной зонах на плодородных почвах можно выращивать хорошие урожаи зерновых и овощей. Живописные пейзажи юго-равнины – березовые околки, возвышенные участки, гривы и озера. Это потенциальные рекреационные ресурсы территории. Гривы – это песчаные гряды высотой от 3 до 10 метров, реже – до 30 метров, покрытые сосновыми барами. Они вносят большое разнообразие в безлесые плоские ландшафты юго-западной Сибири. Местами гривистый рельеф пестрит озерами, что делает местность еще более привлекательной. Степная грива Колки – это рощицы без берез и осин, зеленеющие, подобно оазисам, среди безвозья окружающих степных равнен. Это тихие поэтические уголки, полные тени и свежести, ярких цветов и пения птиц. Ландшафтный облик лесостепья создают различные сочетания березовых, осиново-березовых, реже – березово-осиновых колков, с лугами на севере зоны и с травянистой степью на юге. Преобладают плодородные южные черноземы и темно-каштановые почвы. Много солончаков и солонцов, образующихся в условиях недостаточного увлажнения. Удачи вам, дорогие мои! Всего доброго и до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok